Привет всем! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моем канале YouTube. И сегодня я хочу поделиться своей историей и тем, как я стараюсь уменьшить, скажем так, экологическую нагрузку на природу, свой мусорный экологический след каким-то образом уменьшить, и хочу поделиться с вами тем, как я это делаю. Не так давно я перешла на частично раздельный сбор мусора и, собственно, в принципе, пришла к идее того, что я хочу заниматься раздельным сбором мусора. И начала я со сбора картона. Этот вид мусора у меня, ко мне домой вообще, еженедельно поступает в огромном количестве, и поэтому я решила, что, наверное, с него-то мне и стоит начать. Надо сказать, что с начала 2020 года было принято решение, что в Москве в каждом районе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. И да, они появились, но, к сожалению, в моем районе, не знаю, как в других, в каких-то районах я видела, что все в порядке, и раздельный сбор мусора имеет место быть и даже работает. В моем районе, к сожалению, проблема в том, что эти контейнеры существуют, но туда скидывают все подряд, весь мусор подряд, а дворники иногда вообще просто переворачивают контейнеры для мусора на вторичную переработку, и, в общем, невозможно это сдать, потому что все равно все складывается в один и тот же контейнер. Именно по этой причине я решила, что мне не подходит раздельный сбор мусора и утилизация его в моем собственном районе, и я решила искать альтернативы, и нашла, что на дизайн-заводе Флакон принимают различные виды мусора в переработку, там стоит огромный контейнер, и туда принимаются и пластик, и картон, и бумага, батарейки, одежда, туда даже принимаются шины, ну то есть там такой большой пункт, где можно сдать очень много различных видов мусора, и каждый может попробовать и начать для себя с того, что ему комфортно. Так вот, именно поэтому, именно на Флакон я решила сдавать свой картон, и еженедельно я туда приезжаю на машине, на дизайн-заводе Флакон парковка в целом платная, но поскольку мне нужно только приехать, выгрузить мусор и уехать, 20 минут вполне достаточно бесплатного времени, так что я приезжаю на машине, все выгружаю и уезжаю, и это мне ничего не стоит, и вполне себе комфортная такая получается история. Как я собираю свой картон? На самом деле все просто, у меня на балконе стоит сумка из Лера Мерлен или из Икеи, ну вот такая вот большая, в которую я просто в течение недели складываю весь картон, который попадает ко мне домой. И сумка у меня стоит не просто так на балконе, у меня на балконе два шкафа, и она стоит в нижнем отсеке шкафа, поэтому это очень удобно и вполне себе комфортно. Картон занимает много места, поэтому я не стала выделять какое-то специальное пространство на кухне, кухня у меня маленькая, 6-метровая, туда это просто бы вся история не влезла. И вот, собственно, за неделю я собираю весь картон на балконе, и потом отвожу на дизайн-завод «Флакон». Почему я решила начать именно с картона? Это просто, потому что картон чистый достаточно мусор, он легкий, он не пачкается, он не пахнет, и единственный его минус, он занимает много места, но при этом он легкий. Именно поэтому у меня есть пространство на балконе, где я смогла выделить под картон свое место, и решила собирать его именно там. Следующей моей целью является сбор пластика, потому что его тоже еженедельно, даже ежедневно попадает в мой дом крайне много, и я, конечно, стараюсь по несколько раз использовать какие-то целлофановые пакетики из-под фруктов, овощей, хлеба и так далее, но все-таки нужно как-то сдавать это на утилизацию, на переработку более продуманно и осознанно. Поэтому вот я уже начала задумываться о том, как мне начать сортировать пластик, поэтому если, мои дорогие зрители, вы уже занимаетесь раздельным сбором мусора или знаете, как правильно какие виды пластика сортировать, как это может быть какие-то лайфхаки, как это сделать удобно дома, если у вас есть, буду рада, если вы поделитесь своими историями в комментариях или в личке где-то мне напишите, потому что я понимаю, что уже я созрела и до того момента, когда нужно еще какой-то вид отхода начать собирать, а пластика в нашей жизни, мне кажется, еще больше, чем картона, потому что частенько бывает, что продукты упакованы сначала в пластик, потом в картон, или наоборот, сначала в картон, потом в пластик, или, например, вся техника для дома, бытовая или какая-то девайсики, они упакованы и в картон, и в пластик, а еще иногда и по нескольку раз, потом тебе еще и в пакетик какой-нибудь положат, целлофановый или бумажный. Вот. Такие мои мысли насчет того, как сортировать мусор и как сортировать это наиболее правильно, и куда его девать. Я буду очень рада, если вы поделитесь своими мыслями по поводу повторной сортировки, переработки мусора, а также по поводу уменьшения отходов в нашей жизни со мной в комментариях. Ну а с вами была Анна Кафырина, всем хорошего дня, пока-пока!